приветствую вас друзья и коллеги с вами Наталья Луната и наша традиционная минутка о войлоке что-то мы с вами никак не поднимали тему украшения из войлока а тема на самом деле такая глобальная такая практически неисчерпаемая это простор для фантазии ну что мы можем из войлока свалять ну что вот есть на поверхности такое у меня первое сразу первым делом мне приходит на ум шерстяная ювелирка Вики Козы да разнообразные войлочные броши красивые шляпки накладки сделанные в технике сухого валяния этим занимаются очень многие мастера я обожаю броши Наташи Семеновой ну в общем много-много можно перечислять имен это люди которым я отношусь не просто с уважением а с огромным восхищением но тем не менее направлений в развитии войлочных украшений очень это могут быть всевозможные колье это могут быть просто колье жгутового плана похожие на народные гривны да вот тяжелые украшения они с виду тяжелые объемные на самом деле благодаря тому что войлок легкий материал благодаря шерсти это легкие украшения при всем своем объеме они могут быть совмещены с разнообразными камнями самоцветами с бусинами разной формы что еще может быть могут быть разнообразные подвески медальоны как сделанные в виде каких-то фигурных украшений так это могут быть просто кусочки фактурного войлока оправленные красиво геометрическое оправа может быть что-то винтажное может быть соединено с какими-то лентами цепочками войлок очень хорошо комбинируется вот с такими разнообразными элементами что еще хорошо браслеты браслеты могут быть войлочный разной форм это могут быть круглые браслеты да какие-то могут быть браслеты плоские но фактурные могут быть без застежки которые целиком надеваются на руку могут быть браслеты такие складчатые шибаре могут быть браслеты сложно фактурные с большими и маленькими объемами. Могут быть браслеты-манжеты, отделанные текстилем или, допустим, с кружевной оборкой какой-то красивой. Вот такой вариант. Могут быть браслеты на разных застежках, могут быть браслеты на завязках. То есть даже несколько линий завязочек вот этих, они создают дополнительный декоративный эффект. Ну что, броши. Броши можно украшать, конечно, иголочкой рисуя на них, совершенно потрясающие какие-нибудь пейзажи. Можно вышивать на основе войлока самые-самые разные темы, мотивы. Все это с войлоком вот это сживается просто вот как родное. Точно так же сельги. Да, вот сельги, даже если это классические вот кругленькие бусинки шерстяные, и на них какая-то вышивка. Это прекрасно. Это так всегда индивидуально и необычно. Кстати, вот бусы из простых круглых бусин, но бусин-то можно свалять много видов, можно сделать очень красивые бусины. Они будут выглядеть ничуть не хуже, а зачастую гораздо интереснее, гораздо эффектнее, чем даже какие-то самоцветные. Можно это использовать. Но шляпки, маленькие шляпки. У меня мастер-класс был, шляпки-накладки. Вика Козырь, да, вот опять-таки не могу не упомянуть, они и делают. Тоже вот у нее экзотические птицы были, хамелеон фантастический. То есть все это обручи для волос, да, ободки, обручи для волос с украшением войлоком. Что еще? Можно делать галстуки войлочные, да, и, пожалуйста, пусть это будет ну-новойлок, пусть это будет войлок фактурный, это может быть войлок ажурный для галстука. Представляете, вот галстук ажурный, да, завязан для женского гардероба. Это замечательно, хорошо можно использовать. броши цветочные. Я уже не могу сказать, сколько я за свою жизнь сделала этих цветочных брошей. Тоже вот есть бесплатные мастер-классы. Можно делать красивые войлочные палеты, тоже как элемент декора в вашей одежде. Можно делать войлочные дреды, которые вплетать волосы, прикалывать. Можно делать заколки из войлока. И, конечно, можно делать разнообразные войлочные ремни и пояса. Всего вам хорошего, красивого, яркого, солнечного, доброго лета, отличного войлока. И до встречи!